Спасибо большое, друзья! Послушайте, вы меня просто не просто удивляете, вы меня потрясаете! Спасибо большое! Потрясаете, правда? На моей памяти, вот, не соврать, Лёв, по-моему, впервые. Вы поняли, о чём это речь, да? Лёва понял, да? Да, люди хлопают на слабую долю! Вы знаете, что это такое? Как хлопают в России? Та-да-тан-да-та-та-та-тан-дан! Как хлопают в Америке? Та-да-тан-да-та-та-та-тан-дан! Как хлопают во Франции, в Германии, там, где в Англии, где джаз, например, во Франции. Та-та-тан-да-та-та-тан-да-та-та-та-тан-дан! Пять лет назад был на фестивале в Прибалтике. Как вы думаете, как там хлопают? Вы догадались! Та-та-тан-да-та-та-та-тан-да! Называется мультикультура. Ну, вообще, хлопать на слабую долю, почему-то у нас это не в крови, хотя это... Это нас Лёва научил! Лёва молодец! Лёва, правильно! Главное, вы должны понимать, что можно... Теперь вы можете и так, и так. И вы можете... Хотите так, хотите так. Очень сильно удивляются на Западе, когда появляется, например, группа русских зрителей, и начинают сильную долю. Пум! Пум! Пум сюда. Как это так? Пум! 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 Следующая песня переведена мной с итальянского, которого я не вздут ногой. Но я когда её услышал, я понял её, надо петь по-русски. Там три аккорда. Она проста, как гвозди. Там в припеве есть ещё там два с половиной аккорда. Но всё равно немного. Но песня... Знаете, бывает иногда, ты слышишь песню, и не зная языка, понимаешь, про что она. Сразу. Тем более, что там было проще, там у неё припев не по-итальянски, а по-английски. По-английски я секу. И я её решил перевести, попросил людей. Они мне сделали подстрочник, рассказали, про что она по-итальянски. Выяснилось, что я действительно с первого раза угадал, про что она. Она про любовь. Человека, который её сочинил, я абсолютно не знал до этого. Я абсолютно в неё влюбился. Его зовут Пауло Конте. Ему 80 лет исполнилось в январе этого года. Он по-прежнему свеж, бодро, сочиняет замечательные песни. Пару лет назад я был у него на концерте в Вену. Не пожалел времени и денег. Я слетал в Вену на живой концерт Пауло Конте. Это прям вот стоит того, чтобы полететь. Ни слова по-итальянски я не понимаю, но всё было понятно. В зал, огромный зал, почти 5000 человек был. Ну, фактически, стадион. Спортивное сооружение было, а не концертное. И были люди со всей Европы. Вот в Антаркте разговаривали люди на всех языках абсолютно. И по-французски, и по-немецки, и по-английски, и по-итальянски, и по-русски. Мы не одни психи были из России. Туда приехало довольно много психов, которые любят Пауло Конте. Его нельзя не любить. Он своим хриплым, не попадающим ни в одну ноту голосом, совершенно завораживает и хочется создать что-то подобное. Песня, которую вы сейчас услышите, называется по-итальянски «Виа кон мэ». Что, как мне сказали люди, знающие итальянский, в переводе означает «прочь отсюда, скорее вместе со мной». Я решил, что по-русски это слишком длинно для названия. Поэтому по-русски песня просто называется «Вместе». Это, конечно, не перевод. Это попытка написать песню на ту же тему в том же стиле. Этим волшебным, совершенно необязательным, безответственным верлибром, которым Конте владеет, как никто и не ест. Вместе, вместе взять и убежать. Разве удержать тебя сумеет? Это синева фиалок. Разве, разве, мир бы не был сержалок? Если б не музыка, то единственное, что смысл имеет. Не сбыточен, не сбыточен, не сбыточен, не сбыточен мой сладкий сон. Не сбыточен, не сбыточен, не сбыточен, но вновь и вновь он сытен. Вместе, вместе. Вместе. Скрыться навсегда В омут голубого цвета Глаза рукой прикрыв ныряем Разве, разве Так уж много мы теряем Ведь финал у пьезы этой Не повторяется никогда Несбыточен, несбыточен, несбыточен Мой сладкий сон Несбыточен, несбыточен Но вновь и вновь он снится мне Вместе, вместе Вместе взять и убежать Разве мне так много надо Где-то у края, рая Просто, просто находиться рядом Медленно татла сгорая Тебя едва касаясь взглядом Несбыточен, несбыточен, несбыточен Мой сладкий сон Несбыточен, несбыточен Но вновь и вновь он снится мне Вновь и нигде это сон Печути It's wonderful, it's wonderful It's wonderful Good luck, my baby It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Ду-ду-ду-ду-ду, чип-бум-чип-бум-бум-тан Ду-ду-ду-ду, чип-бум-чип-бум-тан Ду-ду-ду-ду-ду Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 Много лет! Много лет подряд! Каждую весну в районе майских праздников мы выезжали на так называемую Маёвку! Что такое Маёвка? Это просто большой сбор веселых людей, а впоследствии веселых людей и их детей, а потом уже веселых людей, их детей и внуков, на станции Завета Ильича, неподалёку отсюда. Когда новые люди в нашей компании, сейчас как-то традиция Маёвки ушла в прошлое, к сожалению, наверное, я очень жалею об этом, но такова жизнь, жизнь раскидала нас, мы, конечно, видимся, встречаемся, но не так, как тогда, несколько десятилетий назад. И когда новые люди спрашивали, слушайте, вы тут в мае собираетесь выезжать на природу, а как к вам присоединиться? Мы говорили очень просто. Вы доезжайте, достаньте Завета Ильича, выходите из электрички, из первого вагона идёте вперёд, поворачиваете налево, переходите через железные дорожные пути и видите кого? Владимир Ильича Ленина. Он стоит вот так и показывает вот так. Чтобы попасть туда, где мы тусуемся, вам нужно идти в прямо противоположную сторону. Ура! Опять пришла пора Любить грозу в начале мая И как весенний первый гром Мешком посуды грохоча И разгулявшихся детей Во всей платформе собирая Мы едем, едем на пикник В Завете Ильича В другие дни не так поймут На головах ходить неловко И вот только в этот дивный день Наружу рвётся вольный дух Туда, в Заветы Ильича На долгожданную маёвку Мы едем, едем каждый год Ту-ду! Чух-чух-чух-чух Ты твёрдо знаешь, старина Что этот день у всех свободен Мы через год и через век Вновь соберёмся с утреца Наш праздник спорта и вина Совершится при любой погоде Наш поезд в 9.32 Второй вагон с конца Ура! Опять пришла пора Опять весна на белом свете И над проснувшейся Москвой Гремит свероподобный клич Гуляй, Романина, веселись И играй в футбол и пей эрэти Как и нам в семнадцатом году И завещал Ильич Следующая песня появилась на свет не так давно В 2013 году Когда... Ну, было примерно так же, как в этом году Это какое-то лето Странное Говорят, что Карское море замёрзло и не размерзло И оттуда дует холодный ветер Я не знаю Надо у метеорологов спросить И у гидрологов У нас много друзей метеорологов Гидрологов В 2013 году Они, например, шутили Тогда февраль не кончался Лето было отличное А февраль никак не мог закончиться Они говорили Ну, вы знаете, по разным оценкам Февраль в этом году будет длиться От 42 до 68 дней Песня, которую вы сейчас услышите Была написана примерно 48 февраля 2013 года Когда зима По анатомически не точному Но эмоционально очень верному выражению Одного из моих друзей Встала уже всем вот здесь В печёнках Захотелось чего-то возвышенного Радостного такого Чтобы оторвало от земли Приподняло как-то так Как-то воодушевило бы в конце Облагородило Так появилась песня Которая называется «Всё пропало» «Представляю её вашему вниманию» «Всё пропало» Похоже, что рай на земле не наступит То случится война С юга на север Бессмысленной стаи Но похоже, что сгинут во мраке Грядущих веков Белый буйвол И синий орёл Форель золотая Вместе с множеством прочих Полезных и добрых зверьков Стадо горных козлов Окончательно всех забодало Все бессмысленней песни Все хуже Плохое кино Самых светлых надежд Человечество не оправдало И исчезнуть теперь За ненужностью обречено В общем, дело дошло До последней ступени маразма И логично бы было Обматывать шею пенькой Отчего же Суровой реальности Несообразно Я как Гена в мультфильме Все время веселый такой Мне не страшен ни горный козёл Ни мятежный повстанец Ни взбесившийся климат Страну погрузившей в пургу А мне не нужен ваш цирк Дюсалей Покажите мне палец Вы постигнете смысл выражения Рожу не могу Я не псих У меня лишь чуть-чуть Что-то где-то замкнулось И стремительно на бок уехала Треснув по шву С той секунды Как ты оглянулась И мне улыбнулась Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Девять с половиной лет назад Мне стукнуло пятьдесят Впечатление было очень страшное Даже страшнее, чем то, которое случится со мной через полгода Когда стукнет шестьдесят Мне казалось, что пятьдесят Это страшнее, чем сорок В сорок мужчина думает Когда у сорок приближается Мужчина думает, все, конец Потом выясняется, что Никого конца в сорок нет В пятьдесят Я думал так Сейчас будет пятьдесят И все Вы знаете И ничего Я понял, что это просто цифры Возраста не существует Возраст придумали люди Чтоб получать пенсию Других причин Для того, чтобы вычислять Сколько вот там Одно облетело А у другого нет Побывайте на концерте У Паула Конты Зачем далеко ходить У какого Конта У Александра Моисеевича Побывайте на концерте И все поймете Возраста не существует Ни у Городницкого Ни у Кима Ни у Никитина Нет такой понятия, как возраст Это нужно просто Внутри Чувствовать себя По-другому По крайней мере Я себя в этом Убеждаю И этим себя утешаю Как сказал один мой товарищ Недавно Он говорит Чего ты переживаешь Все, что у нас с тобой выпадает Это все молочное А выпадает она Потому что коренные Ветвистые Их оттуда выдавливают Пятидесятилетие Я решил сам себе Сочинить песню Думаю только для самого себя Любимого Буду петь ее себе Перед зеркалом В трудные минуты жизни Может легче и не станет Но по крайней мере Послушаю хорошую музыку Пообщаюсь с интересным человеком Спел друзьям Друзья говорят Пой на концерте Спел на концерте Подходят люди Говорят Простите, вы бы не могли Выложить эту песню? У вас в интернете ее нет? Я говорю, нет, еще нет Не могли бы нам слова ее дать? Зачем? Мы хотим ее повесить На рабочем месте Чтоб начальство видело Песня называется Инструкция Посвящается мне Любимому Немножечко скрипит Нога И с аритмией Сладить не могу я И изредка Одна Мозга Стремительно Заходит в другую Не то, чтоб я был старый И больной Но жизнь берет свое И вам прочту я Инструкцию Простую По Пользованию Мой Я в сущности Простой Прибор Внутри Я удивительно Несложен И пламенный В груди Мотор Пока еще Достаточно Надежен Не нужно только Лом в него Сувать Когда Сидеть Сидеть на мне Свои стандарты Не бесконечно Когда-нибудь Я сдохну А пока Используйте меня И не тужите Она мне еще Их кругом Такое количество Песня Песня называется Наш уголок Песня 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 Мужчина Песня 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 Если Кто-то Хочет Сам Как-нибудь Заехать К нам Никаких Возвращений Нет Один совет Вам дам Здесь под сенью облаков Нам не нужно нехороших людей Значит, каждый наш гость извне Должен знать, что он точно не таков Хватит тратить минуты на ерунду Что не так важна Жизнь не вправду одна И она не мёд Лучше мы, уступив весне Грянем песенку при луне А иначе нас рыжий не поймёт На краю края земли Где в траве живут шмели На краю края земли Спасибо большое, друзья! Следующая песня Вот уже, наконец, требует вашего непосредственного участия Нас всё время с Георгием Леонардовичем интересовало Почему у нас на концертах люди вот так Не прихлопывают, не притопывают и не подпевают Мы спросили Нам объяснили Говорят, мы не хлопаем Знаете почему? Мы боимся слова пропустить Мы говорим, а что не подпеваете? Говорят, у вас слова очень трудные Я понял, что надо сделать Нужно сочинить песню с очень простыми словами Ну, может быть, не с простыми словами Но с простым припевом И мне это удалось Я сочинил припев, проще которого нет в мире Он настолько прост, что я даже не буду говорить Какой он Вы сами догадаетесь Когда его петь и что петь Всё понятно Но Я должен дать одну инструкцию Для того, чтобы песня получилась Петь должны все Совершенно Не только не обязательно А обязательно Каждый должен петь свою мелодию Более того Принципиально важно Чтобы все вступали не вместе А приблизительно тогда Когда каждому кому Кто в сильную долю Кто в слабую Кто как захочет Понимаете? Просто вот Полный бардак должен происходить Абсолютно Полная безответственность Есть ещё одна важная вещь Поскольку слова эти ничего не означают То каждый Может их наполнять своим смыслом Кто-то петь их с грустью Кто-то со страстью Кто-то с восторгом А просто кто-то просто так безответственно Песня называется «Застольная» Она предназначена для исполнения Примерно на шестом часу застолья Ну или на третьем часу концерта По хрустальным бокалам Вино разольём И на очень несложный мотив Мы сегодня застольную песню споём Нашей дружбе её посвятим Не мороз, не цыганочку, не суликов Хоть народная мудрость права Чтобы песня застольная пелась легко В ней простые должны быть слова И поэтому мы Фуагра не доев И запев Переньё нам люля Общим хором исполним Нетрудный припев Тра-ля-ля Тра-ля-ля, молодцы Тра-ля-ля Общим хором исполним Нетрудный припев Близко к тому, о чём мечталось Нам бы спеть про любовь Про забытый покой Про туманы не сбывшихся снов Но, похоже, сегодня Для песни такой Мы простых не придумаем слов О беде, что от нас В сантиметре прошла О потерях, поросших пыльём О судьбе, что была То любезна, то зла По-простому мы вряд ли споём О том, сколько раз Облетела при нас В круг светила Старушка-земля Улыбнувшись друг другу Споём мы сейчас Тра-ля-ля Молодцы Улыбнувшись друг другу Споём мы сейчас Тра-ля-ля 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 По хрустальным бокалам Вино разольём И на время забыв про понты Мы все вместе Застольную песню споём И слова её будут просты Мы вот-вот доедим Макароны и плов И поделим последний банан Утро сдует остатки перов Со столов А припевчик запомнится нам Завтра снова в поход Завтра ранний подъём Завтра время начнётся с нуля Так посмотрим друг другу Глаза и споём Так посмотрим друг другу Глаза и споём Три раза Тра-ля-ля 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 И Тра-ля-ля Тра-ля-ля Набив межзвездной пустотой оба кармана Тихо, как вор, в город проникнет ночь И одуревший от весны дворник Степана Дерзкой метлой мусор погонит прочь И словно ночной ковбой За углом иду я, наступая на лужи И сложит оружие непобедимая зима И вдруг от запаха весны небо и хвои Что-то во мне произойдет внутри И оттолкнувшись от земли дерзкой ногою Я воспарю метро на два, на три Но и не более, чтоб с непривычки не стучало В ушах от давления, но и не менее Поскольку хочется летать И одуревший от весны в дальние страны Я полечу сквозь небосклон ночной И заглядевшись на меня дворник Степана Спрячет метлу и полетит за мной Так отчего же весь народ Ходит как пьяный Что нас влечет, что нас лишает сна Да просто в туче воробьев Дворник Степана В небе висит, значит, пришла весна А как приятно протянуть свои конечности Свои конечности, свои конечности И пораздумывать часок другой о вечности Часок о вечности, другой о вечности Мигая мне фонариком плывет боржа А следом три песка река и два маржа А в двадцати пяти шагах водица плещется Водица плещется, водица плещется И в темноте не то кричат, не то мерещатся Не то зовут меня, не то мерещатся Мигая мне фонариком плывет боржа А следом три песка река и два маржа А я лежу во все места уже укушенный И в глаз укушенный, и в нос укушенный Мигая мне фонариком плывет боржа А следом три песка река и два маржа И потихонечку глаза мои слепаются То разлипаются, то вновь слепаются А в это время с неба звезды осыпаются И осыпаются, и осыпаются Мигая мне фонариком плывет боржа А следом три песка река и два маржа Давным-давно прошла боржа вдоль бережка реки Вдоль бережка реки, вдоль бережка реки И в теплом иль языке морили песка реки Мои песка реки, мои песка реки Пустую суету мою относят ввысь А я лежу и думаю простую мысль Мигая мне фонариком плывет боржа А следом три песка река И два маржа Ну вот и все, дружок Пора открыть Кингстоны К добру не привели Проказы на воде Ну сколько ж можно плыть К безмерно удаленной К единственной своей Загадочной звезде К единственной своей Загадочной звезде Уже запал не тот Чтоб курс держать упрямо И всем ветрам назло Стремиться в никуда И очень тяжело Быть ласкою да гамой Когда во тьме горит Всего одна звезда Не лучше ли скромно лечь На дно среди угрюмых Глубоко водонных рыб С отравленным хвостом Ведь золото лежит На дне в пиратских трюмах А поверх уплывет Бессмысленный планктон Так что ж меня влечет К границам небосклона О чем терзаюсь я В бреду и наяву Зачем же я опять К безмерно удаленной К единственной своей Плыву, плыву, плыву К единственной своей Плыву, плыву, плыву Спасибо за внимание Спасибо большое, друзья Все, мы уже все устали И я тут немножко подустал А мы горланим И поем, и хлопаем И переживаем Я хочу спеть еще одну песню Особенную Я не пел ее Несколько десятилетий Это очень странная история Нет, больше сорока лет назад Почти сорок пять лет назад В средней школе После девятого класса Мы были В так называемом Трудовом лагере Мы жили в лесу В палатках Мы пололи Кормовую траву В общем, это был идиотизм Какой-то полный Смысл заключался в том Что просто два класса Девятый А и девятый Б Жили в лесу В палатках На берегу Икшинского водохранилища Пели песни под гитару Я уже знал Несколько аккордов Мои друзья тоже Жгли кастры Пекли картошку Днем чего-то Работали Играли в теннис Влюблялись Гуляли Купались И однажды А в выходные Нас отпускали Да, мы садились на электричку Ехали в Москву Проводили там воскресенье И возвращались Обратно Так длилось 4 недели После третьей недели Я решил не садиться на электричку А пойти пешком А там было около 12 километров Ну 10 Около 11 До нашей дачи Я пошел через лес Думаю, не загружусь Я правда не заблудился Но я сочинил песню Спел ее с вами друзьям Она друзьям очень понравилась И я ее больше никогда не пел Я не пел ее на концертах Я не пел ее Я пел ее в университете Может быть там на младших курсах Эту песню И она забылась На много лет 4 года назад В Актру в альпинистском лагере Вечером, когда мы уже перепели Все, что только можно Я сидел уже охрипший И говорю, слушайте Давайте я вам сейчас спою песню Которую никто не знает Начал ее петь Все, кто меня окружали Хором Начали подпевать Я реально упал С этого бревна Просто реально это было Я прям так упал Говорю, откуда вы ее знаете? Говорю, мы не знаем Мы даже не знали, чья это И говорю, моя Конечно, там были Чуть-чуть другие аккорды Но только чуть-чуть Это и песня 40 1973 год Это сколько? 44 года, да? 74 43 года И это одна из трех первых песен Которые я сочинил в своей жизни Шепот ветра Не дает заснуть За окошком дождик льет Как из ведра Я прощаюсь с вами И опять иду в свой дальний путь Извините, мне уже пора Звездочка моя, свети, свети Пусть погаснет все, но ты должна светить Не беда, коль в лужу Наступлю ногой я на пути Мне бы сердцем в грязь не наступить Не беда, коль в лужу Наступлю ногой я на пути Мне бы сердцем в грязь не наступить Я, как в зеркала, смотрюсь в других В тех друзей, что жизнь Сама со мной свела Может, я и впрямь такой Каким я отражаюсь в них Может, просто кривые зеркала За окошком ночь черна, как смол Пусть мне говорят, что дальше нет пути Я благодарю вас за тепло, за свет, за хлеб, за соль Извините, мне пора идти Спасибо. До свидания. Большое-большое вам спасибо Это так чудесно все, что здесь происходит Я невероятно рад, что здесь сегодня оказался Спасибо организаторам всего этого Невероятного, прекрасного безобразия И спасибо за то, что пригласили Приглашайте и впредь Буду До свидания Большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-большое-б